Денег просто не было. Все в совокупности пошло с самого начала не так. Не лезь в эту сферу. Ты никто, ты мразь, которая должна мыть посуду, чистить картошку, выносить мусс. И все, и пошел. А, у меня там синяки под глазами. Полгода ищу себе психотерапевта. Хочется всем леща вот такого отцовского дать. А чем тогда отличается ресторан и столовый? Давай телефоны и зарядки свои. Я тебя отговорил, да, уходить в ресторанный бизнес. Ты меня тюкал. Сейчас я тебя тюкать буду. Привет, друзья. Меня зовут Павел Кудряцев. И вы находитесь на кулинарном подкасте «Паша жарит бизнес». Этот подкаст, на котором я разбираю успешные рецепты бизнеса, на ингредиенты и приглашаю предпринимателей и экспертов в разных областях. Сегодня у меня в гостях Рома Редмон, ресторатор, известный шеф-повар, ведущий кулинарного блога «Спина к спине», «Редмон китчен». Ну и вообще классный чувак, самый известный, наверное, по мясу в Санкт-Петербурге. Да, но, кстати, ошибочное мнение меня называют мясником. Мясник – это отдельная профессия. Я больше повар, чем мясник. Но изучаю эту тему и получаю эту удовольствие. На самом деле, Рома в Суе – это Роман Лазарев. Редман – это его кличка или как это называется? Погоняло. Погоняло, да, которое у него… Откуда, кстати, она у тебя появилась? Скажи, пожалуйста. В 99-м году, я даже год помню, я работал в магазине модной молодежной одежды «Контейнер» на Неском проспекте. И напротив этого магазина был салон красоты. Я получил первую или вторую зарплату и пошел, покрасил волосы в ярко-красный цвет. А, поэтому Редман. Редман, да, ну типа красный человек. Кореш мой покрасился в белый цвет, а я в красный. И на какой-то там тусовке рэперы сказали, ты будешь Снежок, а ты будешь Редман. Я еще знаю, Рома, что у тебя есть бренд Red Rocks. Это изделие из кожи, конкретно скрутки. Я вот всем хвастаюсь всегда своей скруткой, которую мне подарил ты. Она у меня здесь лежит с ножами. Я вижу, что ты тоже пришел со своей скруткой. Это твой отдельный бизнес. Да, это отдельный бизнес, он небольшой, он крафтовый, но скрутки для ножей. Друзья, самые крутые скрутки у Ромы, это прям просто топчик, потому что в них есть даже такие штучки, как защитные колпачки для ножей. И он кладет еще воск внутрь комплекта для того, чтобы вы протирали свою скрутку. Поэтому, если вы любите свои ножи, скрутки от Ромы, это просто выбрать. Скрутки дорогие, но качественные. И могу сказать так, что на всю жизнь. Я взял сегодня с собой вот эту замечательную цивинку, трехкилограммовую. Я хочу, чтобы мы с тобой сделали карельский суп, карельскую уху лакенхейту. Лакенхейту. Лаки хейта. Лаки хейта. Лаки хейта. Короче, карельская уха. Да, мы сделаем ее в своем стиле. Я на самом деле набрал кучу всяких прикольных ингредиентов. У нас есть ягель сушеный с Мурманска. Он будет хрустеть на зубах. У нас есть вяленая форель. Также я знаю, что ты по моей просьбе привез водоросли комбо. Я хочу сделать необычную историю. Сухой, чтобы она была воздушной, однородной, пушистой. При этом, как бы, в ней были вот эти частички соленой рыбы, частички мха. И это все было не только красиво, но еще и интересно во рту. Вот, дальше я хочу, чтобы мы сделали с тобой стейки из форели. Нельзя называть форели. Почему? Потому что стейками называют только говядину. Окей, вот, видите, пригласил к себе мясника. Возьмешь какую-нибудь любую правильную зарубежную книгу, литературу по приготовлению еды. Именно хорошего какой-нибудь шефа. Ни в коем случае не будет написано стейк из свинины, из курицы. Окей, окей. Еще, не знаю, там из апельсина. Только говядина. Дальше я хочу засолить часть рыбы. И я знаю, что у тебя есть понимание, как вообще нам всю рыбу приведет полностью. Голову, хвост и всякие обрезки мы закидываем на уху. Одну часть мы забираем на засолку. Одну часть мы забираем на хе. И еще возьмем, кстати, кожу. Кожу как раз-таки с хе мы снимем. Обжарим ее на сливочном масле и сделаем из нее чебата. Пять блюд. Суп, жареная форель, соленая форель, хе, причем мы сделаем соус сами. И еще какие-то супер-пупер сэндвичи с кожей форели. Я обычно здесь готовлю перчатки. Ты будешь? Нет, мне не нужны перчатки. Я работаю исключительно без перчаток. Повара на кухне, на самом деле, моют руки, мне кажется, каждые 30 секунд, минуту. А перчатки это такой вариант какого-нибудь стрит-фуда на каком-нибудь фестивале. Располовиню. Сделай из этого 4 стейка и кусок на хе. Просто чтобы у нас прожарилось. Слушай, видел твой новогодний пост по поводу оливье. Что ты добавляешь какие-то удивительные вещи в оливье, типа анчоусы и что-то еще. Расскажи мне, пожалуйста, что нельзя по-твоему класть в оливье. Вот у нас были раковые шейки, я делал свой майонез, каперсы мы туда положили. Что ты не признаешь в оливье в классическом? Слушай, я ненавижу каперсы и оливки. Вот это, наверное, два продукта, к которым я до сих пор не могу привыкнуть к ним и есть. Ну, терпеть не могу. Вот поэтому я каперсы, если буду класть, только жареные. Кстати, каперсы во фритюре, в темпуре, в кляре вкусные. А вот просто каперсы есть не могу. В оливье, в оливье что? Да в оливье, да что хочешь-то их кладить сейчас? Мне кажется, настолько уже границы все разрушены в плане кулинарии. Там, допустим, хе готовится или севиче готовится только из белой рыбы. А какие вообще необычные ингредиенты или сочетания, может быть, продуктов ты используешь в приготовлении? Ну, такие, которые не придут, может быть, сразу там... В оливье или вообще в целом? В целом. Слушай, я люблю анчоуз. Не знаю, необычно это или необычно, для меня это уже достаточно обычный продукт. Я люблю отварной кальмар добавлять. Причем, если я готовлю, к примеру, строганов, очень вкусно рапан либо кальмар добавить. Необычно? Необычно. Друзья, кстати, тем временем, посмотрите, как я разделываю форель. Я срезал половину сверху и дальше вырезаю внутреннюю кость. Я не боюсь, что на ней останется много мяса, потому что если мясо нам не нужно для бульона, то его как раз вот можно отрезать и пустить на хе. Но так как мы делаем с вами суп, да, окинхейту, то чтобы он был понажористый, понаваристый, мы тоже кинем вариться. И дальше, вот если у вас хороший нож, в принципе, любой острый нож, вы можете вот эти внутренние кости тоже срезать. И тоже их отправляем вариться в суп. Ну, как ты понимаешь, я тебя позвал не для того, чтобы мы с тобой только готовили, а я еще хочу с тобой поговорить про бизнес. Ты, наверное, альтерируй меня, потому что я тоже бы хотел свой ресторан. И я думаю о том, что как бы было здорово иметь свой ресторан. Продавай телефоны и зарядки свои. Нефиг ты в ресторан. Вот ты знаешь, ты не первый. Вот все мои знакомые рестораторы говорят, что ресторанный бизнес очень сложный. Объясни мне почему, вообще объясни. Смотри, если у тебя есть бизнес, и ты хочешь открыть ресторан, не открывай. Не лезь в эту сферу, если ты не будешь им заниматься полностью. Почему? Ну, потому что это как маленький ребенок до пяти лет требует постоянного внимания. Ресторан достаточно сложный бизнес. И вот сколько в процентном соотношении выручка с магазина? Грубо говоря, окупил зарплаты, дал зарплаты, себестоимость продукции, аренда, коммуналка. Ну, давай вот на примере своего магазина. Вот мой магазин стоит открыть 10 миллионов рублей. По бизнес-модели он отбивается примерно за полтора года. Средний оборот магазина 5 миллионов в месяц. Сколько с 5 миллионов ты зарабатываешь? Ну, 300, 400, 500, вот примерно так вот. Ну, это получается... С 5 миллионов оборота, но вложил я 10. То есть, получается, где-то 7-8 процентов у тебя идет с оборота. Чистой прибыли. Чистой прибыли. Вот ресторан идет где-то в хороших случаях, где-то 15 процентов. Но не такая оборачиваемость у многих ресторанов. Ну, то есть, если ты откроешь маленькое кафе, то у тебя будет заработок, не знаю, 2,5-3 миллиона. Ну, вот смотри, у тебя два заведения. У тебя Метерия Чак, Холли Ривз. Понятное дело, что это рестораны уже с именем, они давно на рынке. Какой примерно у них оборот и сколько они тебе приносят денег? Ну, я так понимаю, ты в партнерстве же работаешь. Да, у нас 4 человека, но в целом за 2 заведения в месяц, в хороший месяц зарабатывают 10 миллионов. Примерно 5 миллионов приносит ресторан на сколько? 40-50 гостей, да? Это неплохая еще выручка. Потому что многие заведения, там, 2-3 миллиона зарабатывают на тех же самых 50 гостях. Вот ты опять путаешь, зарабатывают и оборот, потому что оборот, он не равен доходу. С чака и с ребер, ну, плюс-минус где-то миллион в месяц. На троих? На четверых. На четверых, да. Это не такие же большие деньги. Многие думают, что вот, рестораторы, там, не знаю, у них битком народу, и они там ездят на машины. Да, если у тебя огромный большой ресторан, если у тебя сетка, если у тебя этих ресторанов, не знаю, так, на доску надо помыть, если у тебя этих ресторанов, не знаю, 20 штук по России, ты зарабатываешь. Ты сказал, что у тебя 4 партнера, и я знаю, что у тебя было много заведений, в которые ты входил как... В качестве работника. Работник, партнер. Нет, наемного работника. В то время, когда... Какой это был? Это был 10-13 год, когда я уже там... А, с 8-го года я шефом стал. Тогда не было как таковых партнерских отношений между шеф-поваром и владельцем заведения. Тогда был только тупо владелец заведения. Это сейчас шеф-повара берут в партнеры для того, чтобы этот шеф-повар оставался до самого конца заведения. Ну, грубо говоря, чтобы он не убегал, потому что повара такая аудитория, которая не сильно постоянно. То есть 2-3 года наемный шеф-повар, работая в заведении, начинает закисать немного и старается поменять на новое заведение. Расскажи, а ты доволен тем партнерством, которое у тебя было, или ты всегда расходился с партнерами плохо? Потому что я знаю, что очень много заведений, и партнерство, которое ты заходил, а потом выходил, и это все кануло в лету. Все в совокупности пошло с самого начала не так. Начиная от подключения газового оборудования, заканчивая соседом сверху, который говорил, в 10 часов вечера вы не должны ничего уже готовить. Ну, то есть самое пиковое время, когда ресторан зарабатывает денег с 8 вечера до 12, приходилось гостям говорить, что ребята, у нас кухня работает до 10. То есть это была ошибка изначально в открытии? Вы выбрали не то заведение и не смогли там... С учетом того, что локация это 5 углов, Рубинштейна вроде как там битком, все везде. Народ не очень любил заходить, грубо говоря, там за уголок. Ну, то есть там все в совокупности. То есть первое, это нет человекопотока именно мимо заведения. Второе, заведение было не приспособлено для ресторана. Нет, там был ресторан в свое время. Ну, ты говоришь, тебе не хватало киловатт, не хватало газа. Да, мы хотели перейти на газ. Соседи сверху. Соседи, короче, все подряд. А по поводу партнеров, вот как ты считаешь, в ресторанном бизнесе вообще можно работать с партнерами? Или лучше открывать ресторан самому? Ну, самому открывать это очень сложно, если только ты не хочешь открыть семейное заведение, в котором будешь постоянно находиться. Лучше, конечно, открывать с партнерами. Причем партнера лучше, ну, наверное, как в любом бизнесе не выбирать из друзей. Тем более из лучших друзей. Ты совершал эту ошибку? Да. У меня была в свое время доставка, я открыл ее с лучшим другом. И через полгода работы на этой доставке, хотя у нас все неплохо вроде начиналось, мы иногда бывало, ты заходишь, грубо говоря, в, ну, а-ля назовем это, на производство, видишь своего лучшего друга, и тебе уже хотелось ему втащить. Потому что мы настолько друг друга бессили. Мы после того, как закрылась доставка, мы не общались еще год, наверное. Сейчас все организовалось. Ну, в Москве сейчас живет, понятное дело, что редко общаемся. А тогда твой совет для будущих предпринимателей, рестораторов, как выбирать себе партнера? То есть это не друг, а как еще? Нету как такового правила. Вот, есть Вася, попробую с ним открыть ресторан. Открыть ресторан – это малая, наверное, проблема, ну, в кавычках, если можно назвать. Сложнее его закрыть, когда у тебя ничего не работает. То есть там много-много всяких долговых обязательств. Наверное, как любой бизнес сложно закрывается. А так партнера выбирать лучше человеком, с которым ты общаешься, но не тусишь вместе, не знаю, не видеться каждый день. Но ты с ним общаешься достаточно, ну, не знаю, там, бывший, там, не знаю, там, школьный друг или еще что-нибудь. Ты как солишь обычно? Смотри, я всегда солю, делаю малосол с сахаром, солью. Процент примерно 70%, да, соли, 30% сахара. Красный перчик. И хочу сейчас добавить зелени. Добавляю либо зелень, либо что-то кислое, типа там, клюквы, брусники. Ну, красный перчик, я думаю, тоже будет хорошо. Ну, в Карелии, какая ягода в Карелии больше, наверное, популярности? Слушай, мороженое, самое вкусное, самое дорогое. А, но северное, все города, да. Вот, солю на глаз, на самом деле, если вы положите мало соли, вы это почувствуете. Рыба солится буквально там 12 часов, дальше уже ее можно есть. Обычно беру апельсин, укроп, коньяк, соль, сахар. Сначала, ну, засаливаю рыбу, добавляю сахар, причем я кладу прям шапку такую солевую. Кружками нарезаю апельсин, выжимаю все это, выкладываю сверху укроп и поливаю все обильно коньяком. И оставляю на 12 часов. Так, смотри, рыбу тогда я упаковываю, завязываю. А, ты вот так, да, делаешь? Сахарную бумагу, да, и положу в холодильник, а я обычно беру плашку рыбы, кладу в какой-нибудь боксик и сверху накрываю, там пленочкой заворачиваю, а ты вот так. Ну, это я решил сделать после сегодня красиво. Расскажи, Рома, а как вообще ты дошел до такой жизни, как ты стал ресторатором? То есть я понимаю, что ты, наверное, ну, начинал, как все, с кухни, с мытья тарелок и нарезки картошки, да? Да, абсолютно, правда, это сейчас повара, приходя в ресторан, зачастую, ну, новые, зачастую не хотят этим заниматься. Когда я начинал работать, у нас были такие жесткие, дедовщина на кухне была вообще жесткая, лютая. То есть ты приходишь, приходишь малышом, ты никто, ты мразь, маленькая мразь, которая должна мыть посуду, чистить картошку, набывать стены, выносить мусор. Я, первое мое место работы, именно ресторана, был на шведском приулке Джеймс Кук. Это был Владимир Владимирович, еще президентом не был. Там он ел в тот момент, когда я стажировался. Сколько тебе тогда платили денег? Первая зарплата повара, которая у меня была, была что-то в районе 3,5 или 5 тысяч рублей, я не помню. А за сколько, кстати, сейчас ты набираешь людей? По Питеру, по своему заведению, скажу, где-то, ну, в районе полтенек, 50-60 тысяч. Суть какая? Суть работы поваром. Сколько у тебя люди тратят денег на ту же самую еду во время рабочих смен? Без понятия. Без понятия. Ну, минимум рублей, там, 300-400 в день, да? А повар во время работы никаких денег не тратит. Поэтому можно платить меньше? Нет, меньше платить никто не пойдет работать. Нет, на самом деле сейчас очень сильно размазана зарплата. От этого многие рестораторы страдают. Тяжело найти сейчас людей? Что с вами? Тяжело найти адекватно хороших людей. И сейчас, не знаю, за все поколение, конечно, говорить не буду, но очень много людей, кто приходит, там, 20-летний парень, да, молодой, запара на кухне, жесткая причем. И он в середине этой запара садится на стул и говорит, я устала, больше не могу. Слушай, ты, кстати, не первый человек, который говорит, что так себя ведет молодежь. Потому что молодежь очень часто сейчас при каких-то сложностях, которые возникают у нее с работой, заходит в ступор и просто складывает лапки и уходит в режим самосохранения. И все, и пошел. А, у меня там синяки под глазами в 18 лет, надо патчи надеть. Ой, я не могу, до сих пор полгода ищу себе психотерапевта. Сейчас какие-то все неженки стали. Вот прям хочется всем леща вот такого отцовского дать. Хотя, мне кажется, это у каждого поколения такая проблема. Так все же, расскажи про свой путь. От шкета на кухне до ресторатора с фактически всероссийским именем. Первое место работы, как я тебе сказал, уже работал стажером в ресторане Джеймс Кук. Потом еще один был ресторан, еще один ресторан. Потом я стал су-шефом в, может быть, помнишь, такая известная сетка была Евразия. Да. Вот. Там я был су-шефом, работал с Катей Бакучавой, известный ресторатор. То есть ты реально умеешь хорошо делать суши? Я ненавижу делать суши. Я имею в виду есть, но я называю это упаковщики. Упаковщики рыбы в рейс. Не хочу обидеть сушистов, но это монотонная, очень такая дурацкая работа. Первое место с шеф-поваром был кафе-клуб Эго 2008 год. Потом в Ту-Три парке поработал. Собственно, заставку открыл. Открыл паназиатское заведение Умао. Работал в Макароннике. Закрыли сейчас. Ну и в итоге что? В итоге все. В какой-то момент пришел к тому, что начал курировать заведение по городу. Там у меня было порядка пяти заведений. И вот одно из заведений, которое я курировал, закрывалось. И мы на этом месте решили с теми партнерами, с которыми мы сейчас, на этом месте решили открыть чек. Вот, кстати, надо будет с тобой обязательно поговорить по поводу консалтинга. Я так понимаю, что ты оказываешь консультационные услуги фактически так же, как и я, являющийся бизнес-наставником. Только в ресторанах и в сфере. Нет, я не являюсь бизнес-наставником. Я консультирую, практически не консультирую ничего. Я отошел от этого, потому что слишком много сил забирает вот это вот все. Не знаю, это у меня лично, например. Единственное, что я делаю, это ужины, мероприятия, мастер-классы и так далее. С твоим опытом ты можешь помочь любому бизнесмену не наступить на грабли, не совершить те ошибки, которые совершал ты, и фактически сэкономить кучу денег. Почему ты не развиваешься в эту историю? Слушай, наверное, мне просто это неинтересно. Может быть, это будет коротко, ясно и тезисно. Нет, не нравится. А мастер-классы тебе нравятся? Мастер-классы мне нравятся. Сколько стоит сейчас твой мастер-класс? В зависимости от самого мероприятия, ну, в среднем 25. За вечер примерно 20 гостей ты получаешь 25 тысяч рублей. Это 2-3 блюда, которые ты рассказываешь, как готовишь. Это 4 часа мастер-класса, блюда, соответственно, разные. Кстати, мы так с тобой и познакомились. Я ходил в Митериучак, а потом увидел, где-то на Крестовском острове ты проводил мастер-класс. Я на него приехал. Кулинарная школа Гурмантова. Да, да, да. Я на него приехал, и мы так с тобой познакомились. Ну, действительно, это классно, потому что, когда ты готовишь, ты отдаешь этому миру и творишь. И это фактически как искусство. Ну, у меня, кстати, зачастую такой вопрос. Почему такие мастер-классы дорогие? Ну, как бы для тех, кто устраивает их. Чего так дорого стоишь? Ну, во-первых, у меня опыт уже больше 20 лет. Всего лишь 4 часа. Это дорого. Говорю, ну, 4 часа. Я провожу мастер-класс, а до этого 20 лет готовим. Рома, это недорого. Я беру, если почасовая плата, 25 тысяч в час как ментор. Если продаю часы оптом, это 15 тысяч раз. Поэтому 25 за 4 часа, это вообще недорого. Я хочу тебе показать, не знаю, видел ты такую штуку или нет, по поводу наших не-стейков из форели, как мы можем их прикольно сделать. Смотри, я хочу вырезать вот эту центральную часть кожи. Так вот ее прям аккуратненько вырезать. Вот, смотри, мы вот так вот аккуратно вырезаем кости. Я, на самом деле, честно, подглядел этот рецепт в инсте и никогда его не готовил. Поэтому не ругай меня за это. Но мне кажется, должно быть красиво. Да, то есть смотри, дальше мы подрезаем один кусок по коже, потому что мы будем заворачивать это вовнутрь. Вот, смотри, так, косточку достаем. И дальше вот так вот мы завернули. Тут мы отрезали. И вот это вот все завязываем теперь бечевкой. И у нас получается такой медальон из рыбы. Прикольно. Но я хочу, чтобы ты посоветовал мне, как можно сделать прикольный какой-нибудь соус. У меня есть, получается, лимон, апельсин, вучистер, соевый соус. Давай что-нибудь нафантазируем. Ну, смотри, мы можем взять сок цитрусовый, добавив в него сахар и поставить выпариваться немного. Чуть-чуть венца. Вон я вижу лук есть. Да, венцо я взял. Возьмем лук, соевый соус и посмотрим, что из этого получится. Может быть, добавлю для сливочности сливок. А, ну, шерачу, конечно, добавим. Я чуть-чуть сейчас обжарю картофеля. Мы его обжарим, добавим сюда бульон и полностью проварим. А потом, когда будем готовить уже непосредственно в кастрюле суп, мы проблондим картофель, чтобы суп был погуще. Давай. И я хочу, чтобы он был воздушный. Я специально взял густые сливки, чтобы он был такой воздушный-воздушный. И всегда то, что в Инстаграме делается за минуту, вы можете повторить у себя на кухне. Я уверен, что... Вот я видел этот просто видос. Я уверен, что это видео переснималось раз, наверное, 50. А сколько стоит открыть на сегодняшний день, ну, похожий ресторан, как Метерия Чак или Холли Рипс в Питере, в Москве? Сейчас пацану, конечно, сложновато, потому что непонятная обстановка со стройматериалами, с зарплатами и так далее. Ну, плюс-минус. Ну, в среднем, вот такой, как Чак открыть, наверное, сейчас миллионов 10 нужно. Это если в Санкт-Петербурге. В Москве, скорее всего, подороже будет. Самая, наверное, простая, это миллиона 2. Миллиона 2 и окупаемость, хорошая окупаемость, это где-то полгода. Хорошая окупаемость. Посмотрите, сейчас какая история. Сейчас слишком все очень быстро должно выстреливать. Если у тебя с самого начала не выстреливает, ближайший, там, не знаю, месяц-два, то можешь даже, наверное, даже не продолжать. Сейчас время в двух кликах, я его так называю. Заказать билеты 2 клика, купить, не знаю, что-то из еды в лавке в какой-нибудь 2 клика, открыть ресторан и раскрутить его. Нужно тебе быстро и моментально это делать. Если у тебя ресторан не пошел, значит, можешь его даже закрыть. Не тратить у нее дальше деньги. Какие ошибки нужно не допустить, когда ты открываешь ресторан? Ну, может быть, у тебя был какой-то опыт. Ну, да, у меня опыт, естественно, был. Ну, как я и говорил, открывать с другом, это очень плохо. Ну, либо ты потеряешь ресторан, либо друга. А второе, наверное, открывать на последние деньги. Вот мы совершили эту ошибку, чуть не закрыли в свое время. То есть, ЧАК открыли, сейчас, конечно, сумма будет очень смешная названа, за 600 тысяч рублей на базе предыдущих... Это был какой год? Конец, да, прежде, конец 2014 года. Мы открыли на последние деньги, денег просто не было. Ну, то есть, нам даже зарплату в какой-то момент нечем было платить. Но с учетом того, что мы работали сами, мы могли быть, естественно, без зарплаты. Сотрудники бы наемные просто взяли бы и ушли. На последние деньги открывать заведение. Ну, и я, конечно, таких ошибок именно в ресторанах не допускал. Придерживаться всегда той концепции заведения, с которой ты открываешь. Вот открыли мы мясное заведение, не знаю, там, не пошел бизнес. Либо ты его закрываешь, либо ты как-то его пытаешься вытянуть. Ну, умри, но не меняйся. Ну, то есть, грубо говоря, там, было предложение от партнера делать рыбный четверг, поставить бизнес-ланчи, чуть ли там не дошло до кальянов. Ну, когда у нас первые три месяца было нечем, все хорошо. То есть, если бы мы поставили кальяны, ввели суши, то все. Два-три месяца бы еще поработали, закрыли. Выдержали концепцию, ну, и сейчас одно из лучших заведений. Ну, не только, наверное, Питера, скорее всего, даже и России. Комка, ты говоришь, тебе нужно сюда добавить бульончик, да? Да, мы обжаривали картошку. Добавим сюда бульончик. Хватит или еще? Ну, покрой ее полностью так, чтобы она отварилась. А потом эту картошку мы добавим в суп и переблодим. Да. Слушай, так а все-таки за счет чего получилось спасти Чак? Слушай, за счет, ну, во-первых, в тот момент я начал заниматься блогингом. На Ютубе у меня был канал, и там какой-то, я не помню, какое количество подписчиков было. Может быть, тысяч 20. Ну, на тот момент 20 тысяч подписчиков, это приличная цифра была. Потому что миллионников каналов на Ютубе было в России, ну, штук, наверное, 5. И 100 тысяч подписчиков, это как сейчас, не знаю, там, 10 миллионов на канале. Ну, в 2012 году появился Инстаграм, запрещенная, кстати, в России организация. Инстаграм, плюс я работал во многих сферах, это музыкальная сфера, барная индустрия, рестораны, тусовки, скейтеры и так далее. Можно сказать, что ты вытащил вообще на личном бренде? Частично да. Частично вытащил на личном бренде. И мы сделали ошибку, мы не сделали официальное открытие. И открылись мы не самые лучшие времена, когда там курс евро под 120 был. И для ресторанов после январских праздников очень тяжелое достаточно время. Ну, потому что люди все 10 дней тусуются, тратят деньги вот так вот. А потом все, закрывается эта лавочка, и народа в ресторанах практически нет. Я просто, Ром, думал всегда, что твой проект стрельнул, потому что ты, ну, поменял бизнес-модель. На тот момент стейк в ресторане уже стоил несколько тысяч рублей. Две с половиной тысячи рублей. Да. Называть введение. Врибай там или еще какое-то, да. Врибай там вообще, мне кажется, дороже было. А ты сделал самый дешевый стейк, у тебя сколько? 333 рубля стоило. Цена была стейка первая 555 рублей. Это за альтернативные стейки. А я начинал в подвальном помещении, когда Брэнн Баум только открылся. Разбирал как раз-таки, ни окон, ни дверей было. Маленькая оборудованная комнатушка была, не знаю, там 6-8 квадратных метров. Я разбирал мясо. И вот с того момента, как я вот разбирал мясо, я знал себестоимость мяса. Тогда была еще Америка, Новая Зеландия, Австралия. И не понимал, какого хера. Вот я разбираю отруб себестоимость у него там на тот момент, грубо говоря, там 150 рублей. А продается он там за полторы-две тысячи рублей. Почему? Я, кстати, работал до Чака вот в этом заведении. Кстати, друзья мои, мы сейчас находимся в кулинарной студии Баранин Баум. И Рома, как ни странно, 10 лет назад работал в этой мясной лавке. Для тех, кто захочет провести кулинарный мастер-класс для друзей, для семьи, для своих коллег. Промокод Паша Жарит. 10% скидка для тех, кто захочет арендовать кулинарную студию Баранин Баум. А у тебя есть какой-то сплит продажи, какие-то обучающие материалы, как действительно официант должен подходить к клиенту? Потому что я честно обалдел. Когда я пришел в твой ресторан первый раз и сидел за столом, ко мне подошла официантка и села рядом со мной. Вот не помню, либо на стул, либо, может быть, даже на пол, на корточке. Ты этому специально как-то учишь? Нет, у нас изначально заведение открывалось как заведение дружественное для друзей. У нас изначально была концепция такая, что человек приходит, даже если он в пиджаке, в галстуке, чтобы ему в нашем заведении захотелось снять галстук и скидать пиджак и кайфануть. У нас изначально была встреча гостей, ребята, привет, заходите. У нас по телефону приветствую, Чак. Приветствую, Чак. Редко было. Привет, Чак. Дружеская атмосфера. Официант, он как психолог считывает гостей. Он считывает гостей и понимает, что этим гостям... Ты этому учишь? Нет, сейчас мы это не учим, знаешь, почему? Это твоя ошибка. Нет, это не ошибка. У нас немного другая концепция, в отличие от других заведений. Мы, во-первых, начинали работать сами, соответственно, мы знали, как к гостям обращаться. То есть лучше нас никто не знал, как встречать гостей, потому что это наше заведение. Это раз. Во-вторых, мы набирали персонал по чуть-чуть. Один пришел, и он, грубо говоря, нас слушал. То есть ты хочешь сказать, что у тебя маленькая текучка? Маленькая текучка. И до сих пор она сохраняется маленькая. То есть раз, два, три, четыре человека, которые работают уже больше пяти лет. А два человека работают... Раз и два человека работают порядка семи лет. Почему я сказал, что ошибка, что ты не учишь? Восемь лет. Потому что я подумал, что действительно у тебя большой поток официантов, и когда люди меняются, очень тяжело привить эти ценности. И я понимаю, когда у тебя там пять человек стареньких, которые работают пять лет... Маленькая. Да, давай. Пять лет в компании, и они могут быстро передать свой опыт, дух, вот эту ценность, миссию компании сообщить. Но когда у тебя достаточно большая текучка, нужно обязательно программу обучения делать четко. Это да, это да. Но так как у нас что в одном заведении, что в другом заведении работает персонал, который работает уже овер дофига времени, ну, то есть нам не нужно его специально обучать, потому что если кто-то выбывает, ну, понятное дело, что у нас уходили, приходили новые люди, и вливается новый человек в коллектив, они его забирают на себя, и он сам постепенно начинает привыкать к тому, как встречать гостей. Причем у нас каждый официант, он уникален тем, что по-разному общается, по-разному рассказывает, по-разному предлагает, по-разному продает. Ну, ты же понимаешь, что это не масштабируемая история. Да, это не масштабируемая. Ты никогда не хотел сделать несколько ресторанов Митерио Чак или, в принципе, продавать франшизу ресторанов? Ты известный человек медийный, ты популярный блогер, у тебя, ну, действительно, классный ресторан, и многие люди, мне даже, кажется, приходились и говорили, Ром, как бы, как мне открыть Митерио Чак в своем городе? Почему до сих пор нет продажи? Почему мне франшиза Митерио Чак до сих пор? Ну, во-первых, есть Чак на косе, на Курской косе к Балтийскому морю. Ну, это же не совсем, как бы, вот, это твое заведение, твоя дача, я так понимаю. Ты туда лезешь летом на дачу, да? На дачу, да, поготовить для 90% гостей, это либо меня знают, либо Чак знают, приходят, и мы сидим, болтаем, биваем вино и общаемся. Масштабировать такое заведение, как Чак, наверное, сложно, потому что... Ты ленивый? Нет, не ленивый, потеряется сама атмосфера Чака. То есть такую же атмосферу, как вот сейчас, в данный момент в Чаке, ее не создашь в другом городе, от слова совсем. Ну, это будет другой Чак. Это будет другой Чак. А зачем другой Чак, если город Санкт-Петербург, он достаточно туристический город, и очень много, я порядка 50 городов в России объездил. Очень часто встречаю гостей из этих городов, где я был. Понятное дело, что я помню визуально лицо, но не помню, как, естественно, зовут. Вот пусть лучшие гости приезжают к нам в Питер, тем более до Питера долететь, не знаю, там из самого... Окей, давай тогда я тебе задам, может быть, неудобный вопрос. Смотри, ты известный блогер, известный повар, но ты не Джим Оливер, да, не Нусред Герче, как бы ты не масштабируешь свой бизнес и не открываешь рестораны, как Новиков. Как бы ты не хочешь быть, ну, реально богатым? У меня все есть. А что у тебя есть? У тебя есть квартира в центре города, в ипотеке. Машины нет, кошка есть, жена есть. У меня денег на все хватает. Ну, единственное, может быть, не знаю, у меня денег не хватит. На поездку в Дубай, жить в самом роскошном отеле месяц, не знаю, там. А ты хочешь, хотел бы этого? В Дубай нет. Я сейчас включу в себе ментора, но я вижу в тебе человека, у которого нету действительно каких-то глобальных целей, и действительно нет желания масштабировать свой бизнес, чтобы стать более известным, более успешным, более даже богатым. То есть ты, получается, живешь в свое удовольствие в режиме самосохранения энергии. Я кайфую от жизни, мне хватает денег, у меня хватает работы, у меня работы каждый день много, разноплановые, начиная там от съемок видеороликов, проработки рецептов, скрутки, футболки, заведения, поездки. Мне там сейчас в Алмату скоро пое полечу. Не знаю, мне в принципе всего того, что вот есть мне для комфортной жизни хватает. Нет у меня машины, я езжу на такси, не знаю, не экономом, а там комфорт, комфорт, плюс, когда там бухой, я могу и бизнес вызвать. Почему, допустим, Чак не откроется где-нибудь в Сургуте, в Норильске или там, не знаю, в Владивостоке? Сложная логистика, продукты, и мы не сможем дать такие цены, которые даем в Санкт-Петербурге. А еще проблема в отдаленных городах, ну я не беру там крупники, типа Новосибирска, Екатеринбурга, это продукты. Не все продукты ты можешь в таком же качестве достать, как в Петербурге, либо в Москве. Ну у тебя мясо всегда свежее, не замороженное? Нет, бывает заморозка, бывает свежее. Окей, то есть теоретически ты можешь доставить мясо в Сургут. Но помимо мяса есть еще другие продукты. В Сургуте выше зарплата, выше цены на продукты в магазинах, выше стоимость многих вещей. То есть гипотетически ценник, вот у меня просто, я почему загорелся этой идеей, у меня в компании цены везде одинаковые. Там, я не знаю, в Мурманске, в Омске, в Санкт-Петербурге. У нас централизованная цена, и он стоит везде одинаково. То есть в Москве, в Мурманске, не знаю. Потому что я отстраиваюсь по федералам, а у федеральных сетей у них у всех одинаковые цены. Ты говоришь, да, что в принципе каждый ресторан индивидуальный и тяжело повторимый, но все равно, если делать сеть, можешь в каждом городе исходить из того, что, ну, есть разные расходы на аренду, разная стоимость персонала, разный доход у клиентов, и, следовательно, может быть, даже можно делать разные цены на продукты. Потому что ты же знаешь, вкусная точка в разных локациях делает разные цены. Аэропорт одно там. Разве? Да. А я еще даже внимание никогда не обратил. Ты не знал, что Бургер Кинг Аэропорт в аэропорте и вкусная точка дороже? Нет. Для меня это тоже было новостью, но это почему? Потому что они считают экономику. Ну, подожди, смотри. Возьмем, к примеру, чизбургер. Он 50 рублей стоит сейчас. Ну, 55. Сколько он в этом стоит? Ну, не знаю, там, 89. Знаешь почему? Потому что в аэропорту аренда не 300 тысяч, например, да? Там космическая аренда. А там, не знаю, миллион 300. Хотел у тебя спросить, а насколько легко найти помещение под ресторан? Насколько адекватная аренда? В Питере очень сложно. С учетом нашей архитектуры, у нас же дома-то, посмотри. В спальном районе там строится дом, внизу первый этаж обычно под магазины, ресторанчики, кафешки. В Питере в центре города, ну, в центре обычно топовый ресторан находится, я не знаю, ни одного на окраине. Ну, кроме масс-маркетов каких-нибудь. Сложные помещения с точки зрения дома, потому что 99% домов в историческом наследии находятся. Соответственно, тебе нужно делать вентиляцию, тебе нужно там менять фасад, еще что-то. Короче, помещение в центре города очень сложно найти. Наверное, ну, многие рестораторы, кто открывает заведение, ищут помещение уже с таким условием, что там был до этого заведение. Мы одно такое заведение взяли из-под Макдональдса на Садовой и открыли там магазин «Хорошая связь». То есть мы пошли по другому пути. Там был Макдональдс, а мы там открыли «Хорошая связь». Да, самый крутой. А почему, кстати, Макдональдс закрылся? Слушай, насколько я знаю, там были проблемы как раз именно с вентиляцией, которую нужно было проводить по фасадам. И с соседями, скорее всего. И с соседями, да. Поэтому, ну и там безумная аренда, очень дорогая, но место классное. Для того, чтобы вы смогли хоть что-то повторить из того, что мы сегодня сделаем, мы засолили форель, срезали кости, кожу, соль, перец, красный сахар. И, в принципе, все. Даже я не стал добавлять зелень. Но медальоны-то сделали. Да, медальоны у нас замечательные. Сварился бульон, в котором есть картошка, морковка. Немножко бульона мы взяли на пожаренную картошку и тоже прокипятили. Рома сделал хе. Расскажи, какие там были у нас ингредиенты. Красный лук, морковь тонко нарезанная, чтобы хрустело чуть-чуть. Сок лимона, много уксуса. Я добавлю для остринки хе должен быть острый, широчий. Немного сладкого соевого соуса, соль, сахар и концентрат лимонного сока. Все. Оставил. Вот у меня белок уже заварился весь. Все. Хе буквально через 20-30 минут будет готов. Да, давай разберемся, что нам нужно еще сделать. У нас с тобой лежит кожа, которую мы хотели пожарить на сэндвиче. У нас с тобой сварилась вакенхейта или назовем наш суп. Да, да, да. Мы сейчас перельем сюда бульон, взблендерим, перебьем картошку, чтобы он был пушистым. Перебьем. Кого мы будем убивать? Картошку. Уничтожим. Ну и остальные ингредиенты добавим. Все, сливки и до кипения доводим, и суп готов. Много укропа. Что еще? Я сделаю соус по сэндвичу. У нас чебата. Мы ее обжарим на сливочном масле. И перед тем, как обжаривать на сливочном масле чебату, я возьму в муке, в соли и в сахаре обваляю кожу, пожарю ее, достану. А здесь будет у меня простой а-ля тартар соус. Ром, за 10 лет того, как Минтери Чак существует, ты не подумал, что нужно уже сменить бизнес-концепцию. То есть изначально ты открывал ресторан, где любой человек может позволить себе стейк. И причем ты сразу выбрал альтернативный для того, чтобы можно было продавать задешево. Насколько эта концепция до сих пор жива? И в принципе, если мы говорим о том, что можно сейчас в России дальше открывать какие-то мясные рестораны, стоит идти именно в историю недорогих стейков, ну, я не знаю, по доступным ценам. Или все-таки ты понимаешь, что уже рынок поменялся, и надо ценник поднимать и ориентироваться на другого клиента? Ну, рынок, честно говоря, кардинально поменялся. То, что было 10 лет назад. Я тебе могу сказать, что 10 лет назад заведения зарабатывали до 50% от своей выручки. Ну, то есть, грубо говоря, если сейчас это 10-15, то раньше можно было зарабатывать в 2-3 раза больше денег. Сейчас ресторанный рынок, ну, из-за санкций, из-за ковида, из-за вообще всего происходящего в мире, его немного тормошит, наверное, как любой другой бизнес. А менять бизнес-концепцию, ну, нет. Нет, нет, потому что у нас изначально концепция не про бизнес была. Мы, когда открывали заведение, мы вот перед самим открытием сели и с партнерами ударили по рукам, сказали, все, начинаем, работаем. И мы обсудили такую вещь. Вы же понимаете, что мы это заведение открываем для того, чтобы заработать денег, а для того, чтобы попробовать себя в роли людей, поваров, которые ушли в ресторанную сферу с точки зрения партнеров и рестораторов. И в итоге концепция стрельнула. И если мы сейчас будем менять концепцию, поднимать ценники, то мы потеряем большую часть клиентов. Знаешь, что интересно я слышу? Я слышу, что вы до сих пор, получается, остаетесь в позиции поваров, которые открыли заведение, но не бизнесменов, которые хотят масштабировать свой ресторанный бизнес. Слушай, я тебе объясню, каким образом. Вот этот бизнес, он помогает мне зарабатывать деньги в других местах. То есть, соответственно, у меня есть футболки, у меня, ну, там, скрутки с женой, хобби. Соответственно, меня знают как повара, как ресторатора, как блогера и зовут в другие города и страны. Там провести ужин, провести мастер-класс. То есть, правильно я понимаю, ты настолько не видишь перспектив в масштабировании ресторанного бизнеса, что ресторанный бизнес делаешь исключительно для раскрутки своего личного бренда, а деньги хочешь зарабатывать на личном бренде и на своей экспертизе как… Личный бренд помогает мне зарабатывать деньги, больше денег. Я тебе могу сказать так, что у меня месяц на месяц бывает такое, что я вне ресторана зарабатываю денег больше, чем от ресторана. Если масштабировать бизнес, соответственно, у меня будет, грубо говоря, больше занятости на ресторанный бизнес, нежели на параллельный бизнес, на который я зарабатываю денег. Я этого не хочу. То есть, если я открою еще там 10 чаков по всей стране, я перестану ездить по другим городам, мне не будет возможности заниматься скрутками, футболками, у меня не будет возможности снимать видеоролики. Мне кажется, это твое заблуждение, потому что ты считаешь, что если у тебя будет 10 ресторанов, то ты будешь на это тратить больше времени. У меня на сегодняшний день 52 магазина, и, как видишь, я стою и готовлю с тобой. Но сколько у тебя партнеров? У меня один партнер, который занимается со мной также в операционке бизнесом, и один партнер, который не занимается этим бизнесом, он занимается другим бизнесом. При этом у меня подо мной находятся 10 или 15 руководителей, и мой партнер тоже также управляет еще 10 руководителей. Рынок мобильных телефонов построен на том, что все бингуют, и сотовый телефон продается либо операторами сотовой связи для того, чтобы продать сим-карту, и они на нем не зарабатывают, либо другими федеральными крупными сетями для того, чтобы привлечь людей к себе в магазин и продавать СТМ. То есть в бизнесе по продаже техники можно зарабатывать исключительно на СТМе, потому что ты заказываешь СТМ, это собственно торговая марка. У ДНС свои собственные торговые марки, например. Ну или у ДНС, или еще кого-то. У ДНС Декстер. Декстер это что? Торговая марка. У них половина техники в магазинах ДНС это Декстер. Есть в холодильнике Декстер, есть стиральная машина Декстер. А вот этого не надо. То есть подожди, есть МВидео, и в МВидео, как в какой-нибудь там, не знаю, в Кусвилле Пятерочке есть своя продукция? Да. Так же как у Ленты есть торговая марка Лента и Хоу. А, все, подожди, это, грубо говоря, есть производство, грубо говоря, телевизоров, и вот они называются МВидео, да, или нет? Ну, грубо говоря, да, только они называются не МВидео, а как-то по-другому. То есть смотри, бизнес каким образом строится? Есть производитель, который вкладывает деньги в рекламу, например, Самсунг, и он делает какой-то товар, и он его рекламирует, и этот товар попадает во все сети. И понятное дело, что если есть какая-то модель телевизора Самсунг, она везде продается по одной и той же цене. Как заработать деньги? Можно договориться с заводом для того, чтобы он сделал такую же модель Самсунг, но она будет отличаться на несколько букв, и у него будет отличаться несколько функций. И дальше ты можешь на этот телевизор поставить любую другую цену, например, на 10 тысяч дороже, и сказать, что там есть, например, функция подсветки, там, задника или еще что-то, которая стоит 1000 рублей. Но эта модель будет продаваться только у тебя. Что происходит? Покупатель приходит в магазин, и он не может сравнить эту модель телевизора с другими телевизорами. Когда ты договариваешься с производителем для того, чтобы сделать свой СТМ-товар, следовательно, ты можешь сделать бонус для продавцов, повышенный на эту модель, и все продавцы будут продавать именно вот этот вот телевизор, который есть только у тебя. И на нем будет большая маржа, большой бонус для продавцов, и покупатель при этом в магазине не сможет посмотреть, что он где-то дешевле. Почему, например, на айфоне не заработать много денег? Просто айфон – это товар, который все могут проверить стоимостью, да, он продается везде. И он в одном магазине по одной цене, в другом магазине по одной цене, и все как бы понимают, что на айфон смотрят и опускают на нем ценник. Когда покупатель приходит за айфоном, он может прийти ко мне в магазин, в другой магазин, купить там, где дешевле. С СТМом еще все проще, да, СТМ ты берешь, придумываешь свою торговую марку, делаешь любые функции, любое качество товара, потому что его не сравнить, да, он продается только в твоей сети. И больше нигде не будет продаваться. Да, и дальше ты его позиционируешь, позиционируешь. А почему вот этот СТМ не хотят продавать в другие точки? А потому что ты будешь создавать сам себе конкуренцию. Хорошо, а как ты управляешь своими 50 магазинами? Ты же явно в них каждый день не бываешь. Я могу тебе сказать, что в половине магазинов я не был никогда. У меня так построены бизнес-процессы, что мне не нужно там появляться. Потому что когда у тебя есть возможность удаленно подбирать помещение, удаленно набирать персонал, удаленно обучать персонал, удаленно контролировать, как они работают, удаленно проводить проверки, то тебе не обязательно туда приезжать. И получается суперспособность любой большой компании – это систематизация бизнес-процессов. Это команда, которая работает от тебя независимо. Когда ты берешь на работу человека, ты делаешь ему правильную мотивацию, описываешь правильно его должностные инструкции, определяешь точки контроля, и дальше ты их контролируешь, и все. Я понял. А теперь я тебе скажу, я сейчас немножко так поразмыслив, пока ты мне накидывал информацию, я замкнул немного все на себе. Понимаешь, да? Ты понимаешь, что это ошибка твоя? Ошибка, да, я понимаю, что это ошибка. Я замкнул немного на себе, и могу тебе на примере того же самого Чака в Калининградской области, который на кассе работает, когда я туда приезжаю, Чак зарабатывает больше денег, потому что люди идут специально на меня. Не могу, к сожалению, открыть 10 ресторанов, и в каком-нибудь из них никогда в жизни не побывав. Можно простой вопрос? Давай. Если ты не будешь приезжать в Чак на кассе, вообще никогда туда будет приезжать, может быть, какой-то твой управляющий периодически, этот ресторан будет зарабатывать деньги или вообще не будет зарабатывать деньги? Ну, вообще, да. Смотри, он будет зарабатывать деньги. Он будет зарабатывать деньги меньше. Достойте, стою. Чуть меньше будет зарабатывать, скорее всего, деньги. Но чтобы зарабатывались деньги, мне пришлось два сезона откатать туда. Сейчас, допустим, я могу вот в этом сезоне, к примеру, этим летом могу не появляться там, грубо говоря. И он будет зарабатывать деньги. Возможно, чуть меньше. Понимаешь, мне не то, что продать. Мне проще людям рассказать, объяснить, что они хотят. И когда я нахожусь, я могу людям, не люблю это слово, втюхать или продать больше. Это на самом деле проблема любого предпринимателя, который стоит перед масштабированием. Ты всегда в своей компании, скорее всего, самый крутой. Самый крутой маркетолог, самый крутой повар. И компания начинает расти тогда, когда ты можешь брать людей, которые в каких-то узкоспециализированных вещах начинают быть круче тебя. И даже если они не круче, вот смотри, простая математика. Ты мне говоришь, ресторан на косе, если я туда не приезжаю, зарабатывать деньги меньше. Давай мы представим себе ситуацию. Вот у тебя есть один ресторан на косе, и ты должен туда ездить. У тебя есть второй ресторан на косе, и ты должен туда ездить. И эти два ресторана зарабатывают хорошо. Хорошо. Дальше. Представим себе, ты открываешь 10 ресторанов, но туда не ездишь. Эти 10 ресторанов в сумме будут зарабатывать больше, чем два тех, которые туда ездишь. То есть, понимаешь, при масштабировании ты можешь, да, действительно, где-то потерять в качестве. Ну вопрос, как не потерять? Ну можешь потерять в качестве. Но при этом на масштабе ты будешь зарабатывать больше денег. Смотри, потеряв в качестве в одном заведении, может аукнуться во всех заведениях. Случился какой-нибудь коллапс, например. Еще наличный бренд аукнется. Размер личности лидера, да, он равен размеру бизнеса. И когда человек, который занимается управлением, он узко очень мыслит, он никогда не сможет масштабировать бизнес. Когда человек видит перед собой ограничения в управлении, в контроле, когда он придумывает оправдание того, почему я не могу там, я не знаю, открыть много магазинов или много ресторанов, он никогда их не открывает. А когда человек ставит перед собой задачу, а как мне сделать систему контроля, как мне сделать систему, там, не знаю, мотивации, как мне сделать... Это все сфера услуг. Просто у тебя действительно больше творчества, возможно. Да. И больше каких-то нюансов, атмосферы. И видишь, это опять же про атмосферу. Есть же магазины сотовой связи, где ты приходишь, цветы растут, ковер висит, грубо говоря, сотрудники... Смотри, рестораны Бахрама и Токио-Сити. Хороший пример того, когда можно бизнес масштабировать, и при этом он атмосферный. Люди же еще создают атмосферу. Ты в Чак приходишь, там, в принципе, большая часть людей с одинаковым мышлением. Ну, грубо говоря, помнишь, хипстеры были раньше, да? У тебя хипстерские стороны, я не спорю. Да он не хипстерский, сука, не крафтовый, извиня, у меня просто метерия. И там люди похожи друг на друга, они по менталитету похожи, по образу жизни похожи. Чак, к сожалению или к счастью, не масштабирует. Это уникальное заведение со своей атмосферой, со своей историей. Ну, то есть Чаку уже в этом году 9 лет исполнилось. Такое заведение ты не масштабируешь никогда в жизни. Ты не сделаешь 10 даже, там, приблизительно похожих Чаков. Потому что это как, не знаю, с бабушки на сковородке, которая, там, 50 лет, она на ней жарит. То есть, получается, ты говоришь, что, друзья мои, вот есть Чак, и это какой-то индивидуальный ресторан, который я хочу, чтобы остался таким аутентичным. А есть какие-то сети успешных ресторанов, которые зарабатывают бабки. Я не знаю, там, в конце концов, там, мясорубка какая, или как там они там называются. Ну, хорошо, какое-нибудь известное заведение в Питере, которым всегда дофига народу. Например... Нет, ладно, не бахрома, а какой-нибудь, ну, например, не знаю, до гастробар. Ты говоришь, есть ресторан... Есть ресторан. ...с названием. А есть возможность сделать сеть ресторанов, где можно вкусно есть мясо. Есть, как-то открылся ресторан «За бык» называется. Их сейчас масштабируют в огромном количестве. Окей. Почему ты не хочешь быть в таком проекте? Почему ты не хочешь сделать такой проект, но чтобы там было вкусно? Вот я тоже знаю рестораны в Питере, где готовят мясо, но там невкусно. И я уверен, что там невкусно, потому что люди, ну, они не обладают, может быть, да, теми навыками по составлению технологических карт и не могут сделать систему контроля, которая позволяла выдавать качество. Я тебе могу сказать, что... Проблема же ресторанов — это качество, правильно? Постоянно одинаковое качество. Да. Чтобы у тебя овар один и второй клали одинаковое количество ингредиентов, когда перед ними висит технологическая карта. Вот она перед ними висит и кладут по-разному. Под настроение, да, почему-то. Ресторанный бизнес очень, конечно, зависит от концепции заведения от основателя, но при этом историю можно масштабировать и сделать так, чтобы хороший ресторан действительно был в каждом городе России. Вот у меня есть подозрение, что ты не видишь возможности масштабирования, потому что у тебя нет команды, из которой ты бы мог масштабироваться. Вот что у тебя вообще со структурой управления? Как у тебя построены партнеры? Есть ли у каждого ресторана человек, который позволит тебе, не знаю, на месяц, на два уехать, и при этом ты уверен, что твой ресторан будет работать эффективно? Это мои бизнес-партнеры, да. Это твои бизнес-партнеры. Да, у нас, конечно, там, вот волнами, как мне кажется, и в любых бизнесах бывает разное настроение, какие-то терки, неприятности и так далее. Но у нас есть один человек, который занимается полностью всем документооборотом, начиная от лицензии, бухгалтерии и так далее. Один человек занимается финансами, один человек занимается управлением командой, соответственно, в одном и втором заведении. Ну, у ребят есть еще одно заведение. И я, грубо говоря, как лицо заведения езжу на гастроужин и так далее. То есть многие думают, что типа, о, там, херней занимаешься, ни хера ничего не делаешь, на самом деле это тяжелее, чем заниматься. Окей, почему не сделать управляющую компанию, которая занимается документами, не сделать отдельно директора ресторана, который занимается его атмосферой, штатом? У нас есть такой человек, она занимается полностью заведением внутри. Просто смотри, то, что ты мне говоришь, у тебя получается, что сейчас не директор ресторана, а твой бизнес-партнер. И получается, что для того, чтобы тебе открыть следующий ресторан, ты, кстати, можешь пойти, наверное, по такой же модели, как и я. Вот я понял, что мне тяжело открывать магазины в отдаленных городах, когда у меня нету заинтересованных продавцов, которые хотят работать, да. И не всегда это может быть высокая зарплата. И я придумал бизнес-модель, когда я беру, открываю магазин, и фактически беру продавца или директора магазина. Как соучредителя. Соучредителя, да. Беру его партнера. И тогда он начинает намного эффективнее работать. А были такие партнеры, которые... Ай, хуй с ним, там, типа, все равно денег заработаю. Слушай, есть... Которыми расставался. Более успешные, менее успешные, но еще за полтора года ни с одним не расстался. Ни с одним, да. А как ты их ищешь? Это ребята, которые работали у меня и показали хороший результат. То есть, грубо говоря, я сначала открыл магазин. Ты вырастил одного человека, потом его отправил, грубо говоря, в командировку бессрочную. Нет, я даже... У тебя же почти работал. Я 20 лет работал, и это были мои магазины. Потом я понял, что когда я захотел продавать магазиновую франшизу, я понял, что у меня маленький опыт по продаже магазинов в франшизе, но офигенный опыт в управлении. И мои продавцы сами захотели покупать мои магазиновую франшизу, потому что они уже в них работали, и они понимали, как эта кухня работает. Они мне доверяли. Они нашли деньги на первоначальный взнос, фактически купили у меня магазин, и дальше стали совладельцами его. А, то есть они с деньгами тоже входят? Да, обязательно. Я думал, ты просто будешь партнером работать? Не-не-не. Условия как раз для того, чтобы заинтересовать человека эффективно работать, он должен что-то вложить, кроме своего труда. Бизнесовый такой вопрос у меня есть. Я помню тебя, когда ты говорил, Паш, у меня никогда не будет скидок, я могу подарить, я не знаю, гостю какой-то презент, я могу убрать что-то из счета, но скидки нет. Я против них. Почему ты заменял свое внимание? Слушай, ну мир меняется, все меняется. Я меняюсь. И 10 лет назад я мясо жарил одним способом и рассказывал о том, что мясо запечатывается. А сейчас я говорю наоборот, что мясо никогда в жизни не запечатается, это просто карамелизация идет. То же самое со скидками. Я придерживаюсь того же самого правила, то есть если у меня есть там гости какие-то, я не делаю им скидку и просто, не знаю, салатом колус лома могу угостить. Он там наел на 2000, а салат стоит там 250 рублей. Получается, я уже в принципе сделал ему 10% скидку. И человеку приятнее получить что-то на халяву, чем получить скидку. Причем если я еще удачу. В итоге, как ты сейчас поменял систему? У нас сейчас сделали приложение, сейчас пока дорабатываем его, там будет система лояльности. А у тебя есть система лояльности, какие-то скидки? Слушай, да, мы сначала давали тоже, наверное, первые лет 5 скидки, а потом сделали накопительную бонусную систему. И причем у нас такая система бонусов классная, что ты, когда покупаешь товар, тебе в любом случае начисляются бонусы. Но ты потратить их можешь только на следующую покупку. И не больше 30%. То есть это позволяет мне вернуть покупателей, которые мне купили что-то вчера. Ты теряешь в этом? Много теряешь? Я больше на этом получаю. Нет, хорошо, я не говорю, что что-то получаешь. Теряешь много на этом? Не теряю вообще. Вообще не теряю. То есть моя бонусная система, я понял, что она работает всегда в плюс. Я позволяю людям вернуться и докупить что-то у меня. И я уверен, что если бы у них не было этих бонусов, они бы ко мне не вернулись. Я даже могу тебе сказать пример. Мы на Новый год дарим бонусные рубли. Вот в этом году мы дарили 2024 рубля всем, кто купил у нас товаров больше, чем на 2000 рублей. И ты знаешь, какая прикольная закономерность? Кажется, что я вот подарил 2000 рублей, ко мне через две недели пришли люди, что-то купили, потратили эти бонусы, и я должен уйти, по идее, в минус по прибыли. Я перебью, ты не уйдешь в минус, потому что купив две пленки по 1000 рублей, ты потратил всего лишь... Нет, себестоимость от 140 рублей. Система работает немножко по-другому. То есть гипотетически я дарю деньги, и прибыль уменьшаю у себя в чеке. Но из-за того, что я им деньги подарил, я увеличиваю в принципе продажи, и я увеличиваю количество товаров, которые люди покупают. И получается, что увеличив продажи, я не сильно теряю в прибыли. И когда я считаю в итоге маркетинговую акцию, я понимаю, что оборот я увеличил, в прибыли я немножко потерял, но если я сравниваю с контрольной группой, я в любом случае вижу рост. Подарив бонусы, я увеличиваю продажи, увеличиваю свою прибыль, и никогда не ухожу в минус. Поэтому сколько бы я бонусов не подарил, я понимаю, что ко мне возвращаются люди, их потратят, и я буду в плюсе. Хитрец, хитрец. Это, кстати, твоя лично придуманная схема, или ты где-то ее уже посмотрел, взял? Ну, на самом деле, такие схемы, они так или иначе в разных компаниях делаются. Просто мы подставили под себя. Единственное, что мы сделали сами, мы сделали свою платформу. То есть мы не заходили ни в какую компанию, которая тебе предоставляет бонусную систему, а создали свою. И это тебе позволяет действительно никому не платить дополнительные деньги, потому что сторонние бонусы системы недорогие. У вас много магазинов. У нас 350 тысяч клиентов в бонусной системе. И плюс 50 магазинов, поэтому это все действительно сложный такой процесс. И хочу тебя поинтересоваться. Вот я работаю в торговле и всегда сталкивался с тем, что в торговле люди часто воруют. И я понимаю, что в общепите, наверное, эта ситуация еще более критичная. Вот расскажи, пожалуйста. Если тебе могу больше сказать, я сам воровал в свое время. Воровал, знаешь, когда плохо платили зарплату, а жрать очень хотелось. Я мог уйти в рюкзаке, не знаю, с парой бутылок растительного масла, крупу какую-нибудь насыпать и так далее. Один раз меня даже поймали. Наверное, человек может это посмотрит. Привет. Ну, мы до сих пор общаемся нормально все. Сейчас, правда, сложнее и сложнее воровать, потому что и камеры есть, и система учета, инвентаризация. И, в принципе, если свой человек работает в заведении, он может это сдать. Но бывают картельные сговоры. Грубо говоря, в заведении есть скидка. Человеку пробивают заказ, он его ест, они ему выносят предчек, человек отдает деньги, официант выбивает скидку, и вот эту скидку разницу берется оставлять себе. С одной стороны, это вроде и не воровство. Ну, ты теряешься. А скажи, пожалуйста, а что ты делаешь с людьми, если ты их поймал? Вот на каком-то, может быть, небольшом воровстве. Ты их увольняешь, или у тебя воспитательные беседы проходят? Есть такое правило 3З. Знаешь, такое правило? Замечательно тебе, замечательно гостю и замечательно сотруднику. Когда вот это правило работает, ты особо внимания не обращаешь ни на воровство, ни на какие-то мелкие косяки и так далее. Естественно, если человек систематически ворует, он увольняется. И увольняется показательно, и иногда увольняется его, грубо говоря, как коллега, с которым он сдружился. Но у нас были увольнения, были разговоры. Наверное, как в любом бизнесе. Я могу тебе сказать, за 20 лет я выработал четкую позицию, что если человек один раз украл, то, скорее всего, с ним нужно прощаться. Есть такие прикольные пословицы и поговорки. Самая быстрая машина – это арендная. А самый эффективный сотрудник – это тот, который работает первые 2 недели. Потому что он хочет показать себя с лучшей стороны. И когда ты ловишь человека на воровстве, ты понимаешь, что человек уже, в принципе, может преодолеть определенный барьер. И я не вижу никакого повода, почему он не должен это сделать в следующий раз. Я тебя отговорил, да, уходить в ресторанный бизнес? Нет. Не отговорил? Ты откроешь ресторан? Я могу тебе рассказать, почему ты меня не отговорил. Потому что я понимаю, что твое отношение к ресторану – это значит, что я хочу сделать какой-то такой индивидуальный ресторан со своей атмосферой. А я смотрю на ресторанный бизнес, как на бизнес, который я точно буду масштабировать. Мне не нужен один ресторан. Я, если буду открывать ресторан, я точно буду открывать ресторан, который можно масштабировать. И изначально я буду закладывать идею такую в ресторан, чтобы его можно было масштабировать. Например, смотри, какие самые главные проблемы у ресторанов? Вот ты говоришь, доставка, да? Продукты. Ну, доставку, ладно, не будем в расчет брать. Продукты, персонал. Ну, вот смотри, если бы я открывал бы сейчас ресторан, я знаю, как открыть ресторан, допустим, где точно одинаковые будут продукты. Ну, в принципе, да, то есть где я могу гарантировать, что продукты всегда будут одинаковые. Дальше вопрос. Проблема с обслуживанием. Если она существует, как ее решить? Как? То есть ты тогда должен сделать так, чтобы максимально от человека в торговом зале ничего не зависело. А ты должен сделать систему, когда, знаешь, вот как обезьяна с гранатой. Если ты дашь обезьяне гранату, она вырвет чеку. Значит, ты должен сделать такую систему, при которой от человека в зале ничего не зависит. Например, есть несколько таких концептуальных заведений, когда хороший ресторан, ну, например, Москва, Старик и море. Там есть касса, там не работают официанты. Там есть повара. То есть они решили одну проблему. Они не заморачиваются по поводу обслуживания официанта. И таким способом, в принципе, каждую из проблем, которые есть, ты можешь решить. Но это не ресторан, это столовая уже получается. Ну, почему сразу столовая? Вопрос, а чем тогда отличается ресторан с столовой? Сервис. Сервис. А в чем он заключается? Только в том, что тебе принесли? Нет, с тобой пообщаются, тебе принесли. Тебе расскажет бармен про напитки, про вино и так далее. На кассе ты сам не заходишь спрашивать человека, а расскажите про это вино. Потому что сзади стоящие будут на тебя косо глядеть. А вот здесь тогда вопрос, зачем будет приходить ресторан и какую концепцию ресторана ты делаешь? Если ты делаешь ресторан, в котором люди хотят поговорить, это одна история. А если ты делаешь ресторан, в котором люди понимают, что они придут и вкусно покушают, это другая. Я, например, прихожу в ресторан поесть. Мне вообще тяжело ходить в ресторан. А я хожу в ресторан, чтобы получить атмосферу. То есть я не пойду в заведение, в котором будет хреновая атмосфера. Ну, понятное дело, что мы не ходим в хреновую атмосферу. Для меня заведение – это как поход в театр. Я не пойду на плохую кессу. Я буду выбирать, смотреть и пойду на тех же самых актеров, которых я уже посмотрел. Возможно, на другое произведение. Смотри, должно быть а – вкусно, красиво, атмосферно. Вот для меня, например, для человека, который умеет готовить, я не знаю, чтобы было вкусно. Просто если будет красиво, но невкусно, я разочевусь, потому что я могу сделать вкусно. И я не хочу тратить кучу денег, когда это будет красиво и невкусно. Ну, невкусно что значит? Несъедобно или съедобно, но не то, что ты хотел? Слушай, ну, это, наверное, очень такой интимный личный вопрос. Но для меня вкусно, знаешь, как бы на троечку вкусно, на четверочку и на пятерочку. Доширак, например, или пельмени отварные дома тоже вкусно с майонезиком? Ну, как бы в определенные моменты жизни, да. Но в ресторан же ты не пойдешь за Доширак. Сейчас ты меня чукал. Сейчас я тебя чукать не буду. Не вопрос. А я тебе могу сказать больше. Даже если в заведении, ну, не то, что посредственная еда, а такая суперровная, она вот и не говно, и не вау, но атмосфера кайфовая. Должно быть все вместе, да, подача, атмосфера. И в тот же самый момент, если атмосфера будет херовая, а в ресторане, ну, супер вкусная, я не буду туда ходить. И тогда я понял, что мы с тобой два разных человека, которые один открывает ресторан атмосферный для души, а другой будет открывать ресторан, потому что он открывает ресторан, и который можно масштабировать и на нем зарабатывать деньги. И это обе концепции, в принципе, они, ну, имеют право наше вставание. Я предлагаю раскладывать все красиво, сервировать и дальше радоваться. Для начала чокнемся. Да. Бокалами, а не головой. Бокалами, а не головой. Бокалами, а не головой. Ромочка, прежде чем мы начнем дегустировать то, что приготовили, у нас уже сформировалась небольшая традиция. Я бы хотел, чтобы ты выбрал для себя одну из карточек и ответил на вопрос, который в ней находится. Она ближе ко мне. Читаю. Давай. Ты полностью обнулился. Нет связей и нет ресурсов. Чем ты будешь заниматься? Снова будешь добиваться высот или проживешь скромную жизнь? То есть, если у меня сейчас вот того, что есть, у меня нету? Да. Так ни Инстаграма, ни Ютуба, ничего. Пойду работать с поваром. Заново начну все. Мне 40 лет за 10 лет. Ну, с учетом моего опыта, я думаю, за 5 лет я смогу добиться. То есть, ты не видишь себя ни в какой другой профессии? Нет. Я всю жизнь ей занимаюсь. Любой профессии, я могу тебе сказать, что у меня бывает выгорание. Иногда хочется уйти в другую сферу, но я не знаю, в какую. Мне больше ничего. Мне нравится, вот в чем я вожусь. Вот в этом я и кайфу. Я очень хочу попробовать. На самом деле, необычный наш ухутер и суп тебе лакенхейт. Кремовая такая получилась, как я хотел. И вот эта вот вяленая в ней рыбка с лучком, карамелизированным, дает очень классный эффект. Рома, я хочу, чтобы ты повторил секрет вот этого соуса, потому что он просто великолепен. Мы взяли апельсиновый сок, свежего апельсина. Налили в сковородку. Я добавил туда соевый соус, фуорчестер, сахар, соль. Соевый соус. И соевый соус. Все. Ты действительно умеешь готовить вкусно. Так. И самое главное, что я не знаю, наверное, места в Санкт-Петербурге, где можно съесть более вкусный стейк. И у него есть такой определенный, какой-то копченый привкус. Вкусное, мягкое мясо. Как будто оно, я не знаю, там не то, что как-то замаринованное, но оно необычное. То есть оно не такое, как везде. Вот в чем секрет стейков в Метеричах? 90% заведений в России работают на двух-трех производителей. Всеми известные. Секрет – это потрепанный старый гриль. У нас в Веста стоит. Ну, то есть ему нужно поработать. Потому что, когда ты покупаешь новое оборудование, ему нужно месяц где-то пройти, обрасти жирком, своего рода привыкнуть. Правильно выбранный, грамотный продукт. Руки не из жопы повара. И хорошее топливо. Ну, угли, имеется в виду. Все. Мы изначально открывали концепцию такую, что у нас есть 10 видов разных стейков с разных частей животного, с разных трубов и так далее. И соль, перец, только все. Больше ничего. Мы хотели показать чистый, классный, вкусный продукт, как именно стейк. А какой уже стейк? Вот у меня многие спрашивают, какой самый вкусный стейк? Ну, тот, который я вот сел и в данный момент захотел. Зависит еще от настроения, от погоды, от напитка к мясу, которое я выбираю. А сколько сейчас самый дешевый стейк, ты говорил, стоит у тебя? 1111. Это в сыром виде 270 граммов. За 10 лет подорожало в два раза. Робно в два раза, да? Ну, слушай, я тебе могу сказать так, что, когда мы открывали заведение, некоторые стейки стоили за килограмм 200. Самая низкая цена 274 рубля, я даже цифру эту запомнил. Сейчас может стоить тысяча-полторы. То есть в пять раз, грубо говоря, поднялось мясо, но в два раза мы подняли цену. И при этом сколько ты сейчас зарабатываешь вот с этого куска мяса? От 300 до 600 рублей. От 300 до 600 рублей. И это грязная прибыль? То есть это именно наценка на кусок мяса? Чисто вот ты взял там 500 рублей себестоимость, за 1000 я его продал. 500 рублей это... А на чем тогда в основном зарабатывает ресторан? Ну, я понимаю, не на мясе. Напитки, гарнир, ребра, бургеры. Ну, нет, на бургеры, наверное, нет, не особо сильно. Скорее всего, напитки раньше, до введения всех санкций, нормального курса евро и доллара, зарабатывал, наверное, по большей части бар. Ну, соответственно, ты купил задешево, продал задорого. А есть сейчас какой-то продукт, который, вот, говоришь, must have официанта. Вот продавайте его, топите за него, потому что на нем самая большая маржа. Не знаю. Коуслоу. Вот продавайте больше коуслоу. Для нас это выгодно. С точки зрения заработка, как тебе объяснить? Нам выгоднее продать стейк, чем с маржинальностью 50%, чем продать гарнир с маржинальностью 10%. Я читал, у тебя классный пример с чашкой кофе, кстати, можешь всего рассказать для наших зрителей. Цена чашки кофе 100 рублей, себестоимость чашки кофе 5 рублей. В процентном соотношении ты зарабатываешь практически 1000%, но это 95 рублей всего лишь. Что сколько тебе нужно продать кофе, чтобы ты дал зарплату, оплатил аренду, коммунальные услуги и так далее и тому подобное. А продав стейк, ты зарабатываешь 500 рублей. Да, в процентном соотношении это 50%, но ты зарабатываешь 500 рублей с куска мяса. Взять ту же самую, не знаем, условно, карбонару в итальянском заведении, она будет стоить 500 рублей. Себестоимость у нее 200 рублей. Ты с карбонара зарабатываешь всего лишь 300 рублей, а я со стейка зарабатываю 500. Ром, я хочу, чтобы ты со мной поделился опытом, как уже такой опытный блогер, у тебя 260 выпусков кулинарных мастер-классов, шоу, да, я специально посмотрел вчера. Какой ты можешь дать совет мне, как человеку, который совмещает, получается, бизнес-контент и кулинарное шоу, для того, чтобы меня тоже начали смотреть хотя бы как тебя? Мешать выпуск с какими-то прогулками по городу еще, в городе пообщаться. Ну, грубо говоря, часть ты готовишь, часть гуляете где-нибудь в городе, может быть, сидите в какой-нибудь баре, а может быть, играете в боулинг, грубо говоря. То есть локации менять, тогда будет поинтереснее. Стабильный выход передач, ну, чтобы они выходили там 10, там 20, 30 числа. И все, наверное, больше ничего. Ну и интересные гости. Альтернативный вопрос тому, что ты вытащил на карточке. Давай представим, что у тебя сейчас появился неограниченный бюджет, там, ты заработал, выиграл лотерею, или у тебя есть спонсор, который поверил в себя, говорит, Рома, вот любой проект, который ты захочешь сделать, я готов в него вложить деньги. Что это будет за проект? Вот давай представим, я не знаю, неограниченный бюджет. Ну, значит, у меня есть дохера денег. У тебя есть дохерища денег, я бы сказал, просто столько, сколько даже не можешь себе представить. Ну, понятно, осознанно человек хочет вложить их в бизнес, вот в свою бизнес-идею. Есть ли у тебя такая бизнес-идея сейчас? Ферму, большую, огромную ферму. Ну, это уже лучше. Гигантскую. Чтобы она была круче, чем Мираторг, круче, чем Прайм Биф. Все вместе взять. Выкупил бы Прайм Биф и занимался бы мясом. То есть ты бы стал заниматься мясом? Ну, соответственно, ферма, сеть мясных магазинов, причем не премиальных, а ближе чуть к людям, дать возможность попробовать то мясо, которое мы, грубо говоря, производим и готовим. Видите, как важно хотеть что-нибудь в этой жизни. А что делать? И знать, что ты хочешь. И идти к своей цели. Ну, и расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы на этот год? Будет ли новый ресторан или какой-то проект, может быть, новый с тобой? Либо ты, может быть, старый проект реанимируешься? Какие планы у тебя на 2024 год? Слушай, ну, продолжить работать третий сезон в Калининградской области, чак на косе. Планирую туда смотаться, поискать помещение, открыть там заведение с ребрами, потому что мы уже о себе заявили и к нам со всей России приезжают. И опять же, находясь там, я могу хорошо и качественно контролировать само производство и приготовление продукции, которую мы даем гостям. Я приезжаю туда, я смотрю какие-то косячки, переделываю их, говорю, приезжаю, уже лучше, становится лучше, лучше. И вот второй сезон к нам некоторые гости даже три раза за сезоном приезжают из разных городов. В планах еще, вот ищу помещение, жалко, вот вчера на Гагаринской видел помещение, но его уже сняли. Под мясной магазин с полным циклом разделки туши, мясо, маленькая кулинария, ну, какие-то там, не знаю, вино, не вино, в зависимости от лицензии. Гастролавка такая. Такая, что своего рода гастролавка, но больше не гастролавка с колбасами, с салями и так далее, а именно чисто упор сделать на мясо. Чтобы любой человек мог зайти и сказать, я сегодня хочу говядину по-французски приготовить, подскажите ли, мне нужно мясо на розбив, чтобы человеку не втюкали какой-нибудь кусок, который нужно продать, а чтобы именно честно сказали, чтобы вот я какой кусок мяса бы выбрал на розбив. И рецептик еще выдали. И еще можно рецептик выдать, комментарии дать, как готовить и спросить у человека, в каком он хочет виде розбив получить, финальная часть, на что он у него будет идти. На сэндвич или на салат или просто на нарезка, грубо говоря, на стол. Чтобы можно было человеку порекомендовать тот или иной кусок мяса. Я хочу пожелать тебе на самом деле удачи во всех твоих начинаниях, потому что я искренне уверен, что ты именно тот человек, который должен добиваться всех своих мечт и получать действительно от жизни кайф. Потому что ты действительно больше не про деньги, ты про творчество, но мне бы хотелось, чтобы это творчество давало тебе действительно тот доход, который бы тебя устраивал, мотивировал и самое главное позволял там хотеть чего-то больше в этой жизни идти вперед. Спасибо большое за то, что ты ко мне пришел, рад был тебя видеть. Ну а с вас подписки, лайки, спасибо за то, что досмотрели до конца. Напоминаю, это шоу «Паша жарит бизнес». Хочу видеть вас у себя в гостях, пишите комментарии, приходите в гости, поговорим про бизнес, пожарим, попарим, просто проведем хорошо время. Всем пока!